Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Рассматривая основы трейдинга, нельзя не отметить, что вопросы психологии в этой сфере крайне важны. Откроем небольшой секрет. Абсолютное большинство неудачных сделок совершается не по причинам плохой торговой стратегии, и не из-за недостатка знаний, а только вследствие ошибок и невполнения тех простых правил, которые мы разбираем в ходе занятий. В свою очередь ошибки чаще всего это следствие эмоций, поэтому основной акцент в своем развитии нужно сделать на самоконтроль и умение держать эмоции под контролем. Самый важный момент, который нужно запомнить, не путайте торговлю на финансовых рынках с азартной игрой. Да, она может довольно легко превратиться в подобие карточной игры или рулетки, но только если вы сами это допустите. В прежних уроках мы подробно разобрали понятие кредитного плеча и объема сделки. Теперь вы понимаете, что брокер готов предоставить вам весомую покупательскую способность, но то, как распоряжаться этими ресурсами, уже зависит только от вас. Через какое-то время после начала торговли на финансовых рынках наступит момент, когда в течение короткого временного отрезка вы можете совершить несколько неудачных сделок и будете чувствовать себя не очень комфортно. Тогда у вас появится довольно сильное желание как можно скорее вернуть потери за эти сделки и побыстрее открыть новую сделку, и возможно при этом вы захотите увеличить и объем сделки, чтобы вновь быть в плюсе по итогам дня. Запомните, это состояние — ваш самый сильный враг. Нужно приложить все силы, чтобы не поддаваться соблазну и не входить в рынок в этот момент, даже если ситуация, как вам кажется, стопроцентная, и это будут самые легкие прибыли, какие только можно представить. Не зря в предыдущем уроке мы призывали установить для себя ограничения по количеству убыточных сделок в день. Причина этого в том, что с каждой новой неудачной сделкой в течение дня нам становится в разы сложнее оставаться объективными, и мы находимся под властью эмоций. Тогда отличные возможности видятся на каждом графике и в любое время. Для того, чтобы вновь вернуться в эффективное состояние и объективно оценивать рыночные условия, нужен перерыв, как минимум на несколько часов, но рекомендуется его сделать вплоть до следующей торговой сессии. По статистике, самый существенный убыток в процентном соотношении возникает в отдельно взятый день или по конкретной сделке. При этом минус по отрицательной позиции всегда в разы больше среднего плюса по прибыльным сделкам. То есть, обычно статистика торговли выглядит так. Довольно много дней закрыты с небольшим плюсом, а затем один или несколько дней съедают всю заработанную прибыль или даже большую сумму. Причин тому несколько. Либо был увеличен объем по неправильной сделке после нескольких неудачных, либо была открыта сделка без стоп-лосса. И цена пошла не в сторону трейдера, который решил подождать возврата цены к прежнему ценовому диапазону. Но этого не произошло. Поэтому самый важный совет – научиться вовремя останавливаться после череды неудачных сделок и четко придерживаться тех правил, которые мы обозначили. Если выделять основные негативные состояния, которые мешают торговать, то это прежде всего жадность, страх и азарт. Устранить их негативное влияние на торговые результаты поможет только время и соблюдение правил торговли, которые были обозначены в уроке по риск и мани менеджменту. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok